Добро пожаловать на сайт Российского исторического общества, Российской Государственной детской библиотеки, Ассоциации учителей истории общества знания. Эти лекции теперь для вас. Впервые самый большой курган, вот этот вот, был раскопан перед самой войной, в 1939 году. И там были обнаружены следы корабля, большого корабля, около 20 метров длиной. Само дерево истлело, но на земле вы видите, как замечательно сохранились отпечатки вот этого корабля. Да, здесь нужно пояснить, что вот этот подвиг, значит, Александра Невского, последний, когда он, как пишет летописец, отмолил русских людей от участия в походе на Азербайджан, речь идет о том, что он отмолил их от участия в этом конкретном походе. Сама процедура участия русских людей, обязанность в военных походах, она сохранялась. Как выглядели русские государи до сих пор. Внешне они не слишком отличались от своих подданных и тем более вассалов. Теперь же сам момент вступления на великокняжеский стол сопровождался целым рядом видимых изменений. Во-первых, голову государя украшала золотая шапка Мономаха, корона, на самом деле тюбетейка ордынская, отлитая из золота, украшенная драгоценными камнями. Иностранные авторы таки пишут об этой черте характера, ну не прямо-то, конечно, а по-другому немножко. Они пишут там, что путь Ивана IV из спальни в место, где он обил, шел через пыточную. Тот, кто был в Александровской слободе, знает, что там есть галерея, куда есть ступеньки и вверх, и вниз. Вниз это подвал, в том числе и пыточный подвал, а вверх это там покои, где жил царь, где жили его приближенные, где происходили всякие разные события. В одной стороне этой галереи его спальня, посреди пыточная, а в другой стороне галереи место, где он обил со своими приближенными. Так что царь Иван IV вставал, шел в эту пыточную, проводил там до 8 часов и, так сказать, вполне в приличном состоянии духа и в хорошем настроении. И шел садиться обед со своими приближенными и, скажем так, обсуждать какие-то дела. Вот, собственно говоря, посмотрите, вот как он выглядел, Иван IV. Это промежуточная реконструкция, несколько непривычная, да, несколько непривычный облик Ивана Грозного. Дело в том, что, вы видите, он без волосяного покрова, без бороды, без прически, вот, то есть нас делает узнаваемыми, в том числе и эта, да, деталь нашего облика, нашей прически, наша, может быть, растительность какая-то у кого-то на голове, да. Вот, морщинки, шрамы и так далее. Редактор субтитров А.Семкин